Новый корпус детского сада «Непоседа» открыли в Первомайском районе на улице Тельмана. Более 200 детей уже получили путевки направления. Пока в учреждении работают только три группы. Некоторые воспитанники еще проходят медкомиссию. Новое трехэтажное здание оборудовано сенсорной комнатой и за студией спортивными залами. Елена Богатырева подробнее. Трехлетняя Надюша Соколова воспитанник номер один. А на первый ребенок официально принятый в детсад номер 35. В семье Соколовых трое детей. Старшие ходили в старое здание сада, построенное в 1971 году. Младшей Наде повезло больше всех. Старое было здание, уставшее уже. И здесь это глоток свежего воздуха. Ребенка отсюда забрать невозможно. Она уже собралась тут спать, жить практически. Она рассказывает, как они тут играли, во что они тут играли, как они гуляли, какие они мокрые. Пришли с прогулки, потому что спокойно гулять тяжело. Пока в группах только 30 ребят. Остальные проходят медкомиссию. Всего сад примет 220 воспитанников. Это в два раза больше, чем вмещало старое здание. Особое внимание малышам. В саду четыре ясельных группы. На сегодняшний день все путевки в детский сад номер 35 родителями получены в отделе образования. Сейчас они ушли на медицинскую комиссию. Как только медицинская комиссия в поликлинике родителями будет пройдена, они приходят к нам, сдают медицинскую карту, сдают пакет документов. И со следующего дня ребенок начинает посещать детский сад. Три этажа и почти 5000 квадратных метров. Детский сад оснащен по последним требованиям безопасности. Видеонаблюдение, вентиляция, пожарная сигнализация, современная кухня, просторные холлы. Несколько кабинетов для занятий творчеством. Сводом эксплуатации этого нового детского сада поручение президента обеспечить детей путевками в возрасте 37 лет мы полностью выполнили в Пермайском районе. Но хочу отметить, что на этом останавливаться нельзя. То есть у нас район растет, растет и к нам переезжают и из других районов, и из других городов. Развитие социальной инфраструктуры в Пермомайском районе продолжат. Сейчас в резерве несколько площадок для строительства новых школ и детских садов. Елена Богатырева, Олег Кролевец, Новосибирские новости. Субтитры создавал DimaTorzok